здравствуйте друзья вот такой вот диалог вашему вниманию скажу сразу такое редко но бывает поэтому настоятельно рекомендую послушать диалог полностью действительно такой очередной редко встречающийся мастер-класс когда сотрудник банка ну грубо говоря если видеть его лично как бы я предположил просто соглашается и кивает головой то есть тот самый конструктивный диалог как он может быть на самом деле так внимание поехали аллах аллах здравствуйте здравствуйте банк втб 24 меня зовут мальцев антон сергеевич а астасия олеговна могу я услышать я брат ее старший зовут меня дмитрий евгеньевич можете со мной пообщаться она мне все вопросы доверила решать хотите конечно решать эти вопросы дмитрий евгеньевич очень приятно еще раз ставлю смотри антон сергеевич антон сергеев так взаимно приятно так у сестры у вашей идет задолженность я знаю об этом да я поэтому мидель прилетел книга другого города что попросила помочь разобраться сама боится сама не знает боится наломать дров что называется потому что не только втб много где еще и закредитованного сестра как и все граждане российской федерации точнее 80 процентов граждан российской федерации имеют проблемную задолженность она закредитовано очень сильно понятно так что с оплата решила на вас сделать мне же вам объясняю я прилетел до вы я так понимаю разбавление на какую поддержку хотим было логическое образование может вы представителем и выступать будет я вас избавлю вас от предположений скажу что вы первую при первое ваше вот это вот заявление на что юридическую поддержку она была совершенно в точку да я юрист с большим стажем и я знаю что нужно делать я надеюсь вы подозреваете что не только что вопрос решается не только собственно говоря вот этой манипуляции отдать деньги в банк на вопрос можно решить и правовом поле и вот этим я и буду занимать интересно ну согласен согласен интересно это это действительно интересно это интересно в первую очередь для того что для тех кому может быть кажется что это не может быть выходом на самом деле это правильно поверьте у меня большой опыт большая практика слышали наверно компания алям алям слышали да конечно конечно кузнецов дмитрий евгеньевич собственной персоной руководитель этой компании о здравствуйте да даже разговор ваш слышал на ютюбе разговоры на клиент и это ваша сестра рано вы не могли услышать разговоры с моими клиентами вы могли слышать разговоры со взыскателями правильно на вы наверно говорились ой да извините оговорился оговорочка да за вашими взыскателями непосредственно меня вот коллега рассказывал то что будет рекомендовал вашу лекцию так сказать послушать как вы учите наших клиентов уходить от оплаты за должности понимаете я поправлю вас и иронию вашу совершенно отчетливо понимаю потому что я вам как козь в горле ну не вам буквально максим же да по моему вызывает правильно не ошибка антон ой простите антон можно да вот так фамилия конечно 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 антон я на самом деле понимаю что может быть вам кажется что я на другой стороне баррикад ну лично вам но я прошу ему нет 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 все правильно и здесь логика железобетонная но хочу вас заверить что ну так мягко скажем вы ошибаетесь потому что на самом деле банк никаких потерь не несет и ну там долгая история до в той самой лекции которую вы упоминали я краешком затрагивает этот краешек на 30 минут растягивается и он очевиден вот то что человек может не отдавать кредит если по какой-то причине он не может этого делать то это совершенно отчетливо определяет наше государство наши законы и наверняка многие скажут вот а почему банк законы не соблюдает почему банк заведомо заключает договора с людьми договора противоречащие той либо иной степени действующему законодательству а потому что законы пишутся для людей для клиентов а люди не умеют ими пользоваться банки этим свою очередь очень хорошо пользуются эксплуатируют этот незнание формирующая жесткий страх и люди несут последние в банке я сейчас не утверждаю что в тб впереди планеты всей по поводу способов взыскания достаточно вменяемый банки у нас нормальный диалог складывается очень часто собственно говоря когда мы представляем интересы клиентов в том числе когда мы разговариваем с колл-центром то есть если вы найдете на наш канал на ютюбе в редких случаях вы увидите как мы нормально разговариваем и в том числе вот с втб как раз таки так и получается хотя есть и исключение из правил втб тоже упыри работают так что вот таким образом если в двух словах долговой тюрьмы нет если у человека нет возможности платить по кредиту мы все понимаем как эти возможности сформировываются в нашем государстве да мы понимаем что здесь не последнюю роль играет алчность человеческая да хочется ездить на красивых машинах и так далее и хочу вам заметить что не нужно за это упрекать людей это природа человеческая и нет людей которые не хотели бы жить лучше вот банки естественно микрофинансовые организации за всех сил эксплуатируют этот этот факт и знаете почему эксплуатируют потому что тоже хотят жить лучше вот и все вот конечно позиция тоже ваша есть там мне интересно вы скажете что вы брата вы действительно братом является дело в том что если я бы сказал что я юрист в большинстве случаев разговор бы не про разговор прекратился бы да нет я вас выслушал не 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 исключение справил мне очень интересно как бы с вами было пообщаться я много слышал как бы даже лично звезды сошлись да дмитрий евгеньевич что что хочу сказать как вы должны также понимать то что банк ежедневно теряет деньги из-за антон нету банк банк это нищая структура у банка нет денег антон банк занимает деньги у кого под что занимает под кредитный договор под вексель когда человек заключает кредитный договор знаете такие термины дебит кредит да да так вот дебит это когда приход кредит это когда расход так вот когда у человека есть на руках заключенный кредитный договор но еще у человека это дебит у него есть ценная бумага вы же не будете спорить что кредитный договор это по сути ценная бумага ценная же бумага да то есть этот кредитный договор можно продать перепродать чем занимается очень активно банки согласны Ну есть переуступка прав требований. Да, да, это ценная бумага, а перепродавать можно что же? Не перепродают воздух, да, право требования. Право требования подтверждено тем самым обязательством на бумаге. Долговой распиской закон о банках и банковской деятельности элементарно. Так вот, когда у человека есть подписанный на руках договор, как вы понимаете, это дебит, то есть у человека есть актив. Когда он его передает в банк, осуществляется операция, так как кредитование банка. Понимаешь, понимаете, он избавляется от этого дебита, вернее, вынужден избавляться, и это кредит. Но в связи с тем, что баланс сторон уравновешивается, у человека ноль, у него положительный баланс. У банка же в этот же момент появляется тот самый положительный, ой, у человека ноль, у него нейтральный баланс, у банка положительный баланс. Он получает вот этот вот договор, тут самую ценную бумагу, а теперь самое интересное. Только на основании этого договора ЦБ даст банку деньги. А вы слышали? Ну вот я вот хотел, извините, перебью, Дмитрий Евгеньевич, я как раз хотел сказать, но банк же в свою очередь, в самом начале, когда я сказал, он же занимает деньги у Центробанка. А теперь внимание, внимание, знаете, это называется, я сейчас не вспомню, простите, это термин. У нас все банки так и работают. Нет, все, да, это лицензия. У них есть, как бы, свой уставной капитал, как бы, но деньги-то основную сумму они в Центробанке занимают. Вот смотрите, вот если... И они их выдают. Не мне вам объяснять, как бы... Не-не-не, я хочу вам процентнуть. У вас спора никакого нет. Соотношение процентное, человек, какую сумму может получить банк от ЦБ под какую ценную бумагу, под стоимость какой, ну, под какую стоимость ценной бумаги. Так вот, если вы заключаете договор на 42 500 рублей кредитный, банк у ЦБ получает 1 миллион рублей. Под 11 процентов, ну, по ставке рефинансировано, сейчас, по-моему, 10.05. Вот, и потом, естественно, то есть, грубо говоря, грубо говоря, продав, а мы же понимаем, что кредитование это продажа денег, да, ну, образно, да, самая простая, ну, такой вот каламбур продажа денег, да, то есть вы продаете деньги, чтобы получить те же самые деньги, да, взамен, только в большем количестве. Так вот, вот человек берет 42 500 рублей, это просто цифры, вы можете их проверить на любом сайте, где угодно, как устроена вот эта вот система взаимоотношений банка, любого банка и центрального банка. И вы берете договор на 42 500 рублей, получаете миллион рублей. Представляете, какой снежный ком получается, какие, ну, вот, деньги имеет банк. То есть, нужно вот этот миллион продать, и чтобы вообще никто не отдал, тогда вы на 11 процентов пострадаете. На комиссию только. Вы понимаете, да, какая ситуация? Я это по роду своей деятельности знаю отчетливо, уже готовлю сейчас на эту тему вебинар, где будет четко, я никогда ни от кого не скрываюсь, абсолютно прозрачен. И это будет в доказательном формате все выложено. А есть еще очень много моментов, да, которые доказывают, что договоры, которые люди подписывают, они нелегитимны. То есть, в суде при желании, знаете, в чем проблема нашего государства, у нас суды лоббированы, нам очень тяжело бывает пробиться, до судей достучаться. Но есть очень серьезные аргументы, да, которые любой договор банковский могут по закону квалифицировать как ничтожным, ну, либо незаключенным. Понимаете, какие ситуации есть? Вот. А это все происходит, это все людям втюхивается, люди ничего не понимают. Ну, понятное дело, что это, в принципе, кому-то это и помогает, я не буду скрывать, у меня у самого куча кредитов была, и я очень добросовестно их отдавал, тому же не раньше занимался, поэтому, скажем так, не вникал в суть. Когда вник, обалдел, вот, что банк ничего не теряет. Так вот. Дмитрий Евгеньевич, вопрос такой, с клиентом-то контакт поддерживаете? А как же, обижать, ну, у меня целое отдел работает. Дмитрий Евгеньевич, я еще раз говорю, как бы, интересно-то мне было с вами пообщаться, я вас выслушал, как бы, это можно бесконечно развивать. Сами понимаете, сейчас, так как вы являетесь только законным представителем, так как вы меня в начале разговора ввели в заблуждение, можно сказать. Ну, Антон, уж простите. Ну, да, я понимаю, у вас выбора не было, но, тем не менее, как бы, сумму я вам сказал, я это признаю под запись разговора. Нет, вы не сказали сумму, не беспокойтесь. Не сказал, я не успел, да? Не успели вы ничего сказать, мы просто сказали. А то персонально, а то вот очень многие любят у нас это, как бы, представители, манипулировать этим 152-м федеральным законом, хотя сами сначала вводят в заблуждение, а потом уже, как бы, от этого начинается, как бы, конфликт. Ну, ладно, хорошо. Как бы, Дмитрий Евгеньевич, я прошу вас записать номер телефона для нашего клиента. Смотрите, давайте я сейчас вам сразу скажу, что любой наш клиент никогда от банков не прячется. И мы продолжаем взаимодействовать, но мы игнорируем устный формат общения. Я, конечно, понимаю, что вы обязаны мне дать эту информацию, и я вам говорю честно, никаких телефонов я записывать не буду, клиенту эту, ну, скажем так, мартышщую работу я делать не буду. Передавать ему что-то, потому что клиент, естественно, не будет звонить никуда, не будет ни с кем связываться. Это наша работа, он нам за это платит, чтобы мы общались, взаимодействовали с банками. Но переписка полноценная, досудебная, претензионная ведется с банками, с любыми, и не только с этим клиентом. И мы готовим дело, ну, провоцируем банк на подачу искового заявления, ни больше, ни меньше. Мы хотим сумму долго зафиксировать. Если банк сам не пойдет к нам на встречу, то есть не подаст в суд с четкой, конкретно фиксированной суммой, мы тогда сами будем готовить иск, и вы должны это понимать. Ну, там уже будем смотреть по ситуации. Требовать документы будем, и требовать через суд выписки расширенные, анализировать ситуацию уже не так, как нам говорит клиент, а именно на основании документов, которые нам банк через суд предоставит. Ну, и, конечно же, будем уже в суде эту сумму максимально уменьшать. И дальше через судебного пристава, как вы понимаете, приводить к комфортному платежу, создавать условия, когда банку будет выгодно отказаться от претензий. Ну, вы наверняка понимаете, что банку невыгодно через судебного пристава по 500 рублей получать с нашего клиента. Согласен. Да. На это и есть наш отдел. Отдел досудебного урегулирования. Чтобы, не дай бог, вот этого законного случая не произошло. Да, чтобы человек платил на счет, который сформирован параллельно, и вы с этого счета согласие клиента с молчаной. Почему? Нет, в первую очередь, работа наша направлена на возврат денежных средств, естественно, чтобы клиент в первую очередь не переплачивал проценты штрафа. Ведь цель наших звонков это урегулировать этот спор. Если бы все клиенты адекватно относились к ситуации, они начинали бы хамить при каждой. Да, друзья, очень-очень жаль, что разговор прервался. Технические какие-то сбои у него, у меня, ну, не знаю, ладно. Мог бы он подольше, конечно, быть, но суть-то мы рассказали с ним вместе вам. И надеюсь, вы поняли, да, что банковские вот эти вот сотрудники отделов продаж, они по большому счету тоже мягко, скажем, не до конца, а то чаще всего вообще не понимают, что происходит конкретно. Действительно, мы готовим вебинар, где будем вскрывать вот эту всю внутренность банковской системы. В двух словах скажу, действительно, чтобы получить миллион рублей от Центробанка, коммерческому банку необходимо заключить кредитный договор на 42 500 рублей. И он получает миллион рублей под 11% годовых. Ну, 10,5, как я там сейчас не помню. Ну, ставка рефинансирования. Насколько вы понимаете, вот эти уже проценты, та самая ставка рефинансирования максимально условна, потому что по большому счету банк эти деньги получает просто так. И само собой вы можете элементарно посчитать, понять, какие бешеные потоки средств, хоть и виртуальных, выдаются коммерческим учреждениям для того, чтобы загонять людей в долговое рабство. Еще раз, 42 500 рублей кредитный договор, ценная бумага, тот самый вексель на основании этого документа. А банк, коммерческий банк, совершенно спокойно получает на свои счета сумму в 1 миллион рублей. В день тот же ВТБ может заключить сотню договоров, наверняка какой-нибудь один филиал, не на 42 500 рублей, а на 420 500 рублей. Как вы все знаете, сейчас вообще такие кредиты, там 400, 500 тысяч можно получить практически без справок. Выдается налево-направо все это. Да, это политика государства. Я призываю не научиться выживать в этой ситуации, а жить. Поймите, здесь нисколько не ирония, не выдумка, а четкая конкретная констатация факта. Кредит, если вы не можете отдавать, его можно не отдавать. И стадиться здесь нечего. В продолжении этого диалога я вас перенаправлю в описании этого, либо любого другого ролика на нашем канале, где есть ссылочка на наш сайт. На сайте выложено видео, видео «Алгоритм работы кредитных юристов компании «Лиан». То есть это специально для наших клиентов, для тех, кто наконец-то принял решение, правильное решение, расстаться, перечеркнуть прошлую жизнь, жизнь в долгах, а начать жизнь полноценно. Никому ничего не должно. Это возможно, это можно сделать, еще раз повторю, и у нас, ко всему прочему, 100% законные методы, и мы уже помогли не одной сотне клиентов. Кстати говоря, на сайте и отзывы тоже есть, вы можете посмотреть совершенно спокойно. Итак, вот сейчас в правом верхнем углу над картиночкой выходит подсказка. Она кликабельная. Вот она. Да, это наш сайт. На него проходите и попадаете, собственно говоря, на лейдинг, где есть видео. Видео инструкция, как устроена работа кредитных юристов компании «Лиан». Еще раз повторю. Посмотрите внимательно. Это обязательно к просмотру для тех, кто действительно хочет встать под юридическую защиту. Оставьте заявку, если вам все понятно. А уж тем более, если что-то вы не поняли, тем более оставляйте заявку. Вам перезвонят в рабочее время наши специалисты. И все расскажут то, что вы не поняли. Как говорится, подведут к общему знаменателю. И вы тогда сможете принять то самое необходимое решение. Правильное решение. Еще раз говорю. Обязательно посмотрите видео на сайте. Ну и, конечно же, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Это само собой. Поделитесь в соцсетях. Репост в соцсетях, пожалуйста. Ну и под каждым роликом есть ссылочка на нашу группу ВКонтакте. Вступайте в группу. Там все ролики дублируются. Еще раз напомню. Обязательно для тех, кто хочет встать под юридическую защиту. Посмотрите видео на нашем сайте. Еще раз для вашего удобства. В правом верхнем углу трансляции сейчас выйдет подсказка. Вот она. Она кликабельная. По ней кликайте и попадайте на наш сайт. Смотрите на сайте видео. Обязательно. Ну и на этом, я думаю, все. С вами был Кузнецов Дмитрий. Центр юридической защиты. Компания Аля. Всего вам доброго, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...